На этом уроке мы в самых общих чертах коснемся рендеринга и настроек секвенции. Что такое рендеринг и концепция монтажа в реал тайме? В самых ранних версиях программа Final Cut пыталась сделать все возможное, чтобы можно было легко работать с любым материалом на таймлайне, сразу, как только этот материал импортирован в проект. В подавляющем большинстве случаев это именно так. Вы просто кладете клип на таймлайн и нажимаете пробел. Мы видели, что даже при мультикамерном монтаже с видео высокого разрешения нам ничего не нужно было просчитывать. Это концепция реал тайм монтажа. С другой стороны, есть ситуации, когда реал тайм монтаж просто невозможен. Это относится к сложному композингу, многим фильтрам и эффектам. В этом случае Final Cut просчитывает всю или часть секвенции, чтобы вы могли спокойно ее проигрывать. В большинстве случаев рендеринг зависит от производительных мощностей вашей монтажки. Давайте для начала откроем настройки моей секвенции и пройдемся по тем параметрам, которые могут сказываться на рендеринге. Я захожу в меню Sequence и выбираю настройки. В первой закладке вы можете видеть текущие настройки вашей секвенции. Размер кадра, аспект, доминирующее поле при интерлейсинге, количество кадров и, самое главное, компрессор. Если вы не знаете точно, что делаете, то вам не нужно ничего здесь менять, особенно если у вас на таймлайне уже имеются клипы и вы сделали какой-то монтаж. Последствия могут быть очень неприятными. В следующей закладке есть несколько параметров, которые имеют прямое отношение к рендерингу. Если вы работаете в прорезе или 10-битном некомпрессе, то тогда вы можете использовать 10-битный рендеринг. Это будет занимать больше времени, но результат будет несколько лучше. В любом случае, использовать его нужно не на начальной стадии монтажа, а на самой конечной, для просчета эффектов и фильтров. Это поле определяет качество рендеринга эффектов в закладке Motion. На заключительной стадии монтажа вы можете поставить максимальное качество. В этой закладке нас интересует несколько параметров. Если вы работаете с HDV, XD-камом или HD-прорезом, то для рендеринга вы можете использовать кодек Прорез 422. Это обещает дать отличные результаты. В этом поле вы можете задать качество шаблонов Motion, которые вы используете в проекте. Для предварительной стадии монтажа используйте нормальное или драфтовое качество. Максимальное качество оставьте на финальную отладку. Тот же самый совет и в отношении этого параметра. Давайте вернемся на таймлайн и посмотрим на индикацию. Первый клип имеет совершенно нативные для данной секвенции настройки. Наверху вы можете видеть две полосочки. Первая относится к видеотреку, вторая к аудиотреку. Возможно, вам будет трудно разобрать их истинный цвет, но они выглядят темно-серыми, что указывает на то, что клип проигрывается в реалтайме и никакого рендеринга не требуется. Второй клип отличается по разрешению от первого. Он почти в два раза меньше. Цвет полосочки на нем отличается от первого, но он также проигрывается в реальном времени и рендеринг не требуется. Третий клип – это шаблон Motion и над ним полоска оранжевого цвета. Для полноценного плейбэка мне нужно отрендерить весь этот клип. Здесь, между двумя клипами, у меня стоит переход, над которым имеется зеленая полоска. Зеленая полоска говорит о том, что качество здесь для превью, но в целом это не мешает мне понять, как работает эффект. Сейчас у меня стоят настройки таймлайна – Unlimited RT. Это означает, что в зависимости от моих производительных мощностей Final Cut попытается сделать плейбэк в реалтайме, настолько, насколько это возможно. Качество плейбэка у меня стоит динамическое, хотя стоят все кадры. Если я изменив режим на Save, то плейбэк станет либо возможен, либо невозможен. Динамического плейбэка больше не будет. На этот режим можно переходить на финальной стадии, когда вам нужно оценить все эффекты, как они выглядят в реальном времени. Шаблон Motion невозможно проиграть, над ним красная полоска. Весь клип нужно просчитывать. Управление просчетом осуществляется из меню Sequence, где вы можете выбрать разные варианты. Render Selection определяет, какие из выделенных клипов должны будут просчитываться при нажатии шортката – Яблоко R. Сейчас галочки у меня стоят только напротив красной полосы, требует обязательного просчета, и оранжевый – Unlimited. Посмотрите, если я сейчас выделю переход, над которым зеленая полоска, и нажиму «Просчитать», то ничего не произойдет, потому что у меня не стоит галочка напротив зеленой полоски – Preview. Сейчас я поставлю галочку и попробую повторить команду. Еще раз, чтобы убедиться, что галочка поставилась, нажимаю Command-R. Переход начинает просчитываться. После просчета зеленая полоска сменилась на темно-синюю. Это говорит нам о том, что данный фрагмент просчитан. Я рекомендую поставить галочки только напротив красной и оранжевой полосок по видео и красной полоски по звуку. Это вполне достаточно для нормальной работы. Команда RenderAll позволяет вам просчитать весь таймлайн, независимо от того, какие клипы у вас выделены. Принцип здесь такой же. Просчитываются все клипы, в отношении которых стоят галочки. Кроме Full-а, все остальные полоски выделены галочкой и будут просчитаны. Если я сейчас нажму Alt-R, то шаблон Motion просчитывается, даже если он специально не выделен. А вот соседний клип не будет считаться, так как напротив Full у меня не стоит галочка. Последний вариант. Render Only. Позволяет мне просчитать любой из элементов на таймлайне, без выделения специфического клипа. Здесь нет галочек. Я просто выбираю красную полосочку, и все красные полоски просчитываются и станут темно-синими. Таким образом, вы можете максимально упростить себе жизнь. Вы можете специфически выделять отдельные клипы на таймлайне для просчета. Вы можете использовать что-то вроде Batch Render. И вы можете, не выделяя индивидуальные клипы, просчитать их.